Привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу, как заменить подшипник ступицы, если он гудит. На моем автомобиле Черри Кю-Кю во время движения и поворотов сейчас слышно в правом колесе. Особенно, когда поворачиваем влево, он начинает ходить еще больше. И этот гул возникает при скорости 60 км в час и выше. Необходимо его заменить. Я приобрел новую подшипник ступицы фирмы Профит. Он имеет модификацию 2501-0575 и подходит также для автомобилей Audi 80. В комплекте с этим подшипником также идет стопорное кольцо, гайки, ступицы и остальные гайки. Но по слухам они не подходят для автомобиля Черри Кю-Кю. Для того, чтобы заменить подшипник, необходимо демонтировать ступицу. Для этого, не демонтируя и не поднимая переднее правое колесо, снимем колпачок диска колеса и доберемся до гайки ступицы, которую необходимо открутить. Поддеваем острым предметом колпачок. И вот гайка ступицы. Здесь установлена гайка ступицы на 30. Я воспользуюсь таким ключом, потому что головки с критежом у меня нет. Надеваем и с большим усилием необходимо ее открутить. Вот она туго, но пошла. После этого необходимо поддонкратить правое переднее колесо, установить под автомобиль упор для безопасности и демонтировать колесо. После того, как колесо вывешено, можно проверить осевой его люфт. Пошатываем обе стороны. Видно, что оно шатается, причем вместе с полуосью и гайкой ступицы. После этого откручиваем болты крепления тормозного диска к ступице. Хорошо смазываем с помощью аналога ВД-40 эти болты и откручиваем 4 болта с помощью головки на 14. После этого откручиваем 2 болта направляющих тормозного суппорта для того, чтобы его снять с диска. Здесь тоже понадобится головка на 14. Видно, что накладки еще почти новые, потому что я их недавно менял. Теперь откручиваем фиксатор тормозного суппорта к тормозному диску с помощью головки на 17. Вот рамка имеет такой внешний вид. После этого необходимо демонтировать наконечник рулевой тяги к кулаку. Для начала снимаем шпильку с гайки фиксации рулевого наконечника и откручиваем гайку. Теперь с помощью такого недорогого съемника необходимо отделить рулевой наконечник от кулака ступицы. Вот он вышел со своего места. Вот до конечника снят. После этого с помощью головки на 18 откручиваем 2 болта и гайки опорной стойки к кулаку. После этого необходимо открутить датчик от БС от ступицы. Для этого используя головку на 10 откручиваем 2 болта для крепления к ступице. Здесь обычные болты. Датчик остается висеть на своем электропроводе. После этого поворачиваем кулак вправо и откручиваем гайку фиксации пальца шаровой опоры к кулаку. Имеет такой внешний вид. После этого откручиваем до конца гайку крепления ступицы. И снимаем шайбу. Теперь вынимаем болты и гайки фиксации кулака к стойке. И вынимаем полуось, чтобы не бурилось масло. Для демонтажа пальца шаровой опоры я воспользуюсь такой нержавеющей пластиной заостренной. Можно использовать отвертку. Расширим это отверстие для того, чтобы он вышел из кулака. Вот ступица снята. Шаровая опора еще в нормальном состоянии. Люфта нет. И пыльник не порван. Еще послужит. Вот пластина, которая была в качестве расширителя. Отверстие для пальца шаровой опоры. Ее необходимо удалить. После этого необходимо достать ступицу из породного кулака. Для этого я возьму два бруска толщиной по 10 сантиметров. Положу ступицу на них тормозным диском. Возьму головку на 27 сантиметров и положу на внутреннюю часть ступицы, но не на подшипника. И с помощью молотка выбью ступицу. Можно использовать какой-нибудь пресс или донкрат, если он у вас есть. Вот снимаем тормозной диск в сторону. Он еще не стертый и послужит. И вот сам подшипник ступицы. Видно, что здесь много ржавчины. Нет смазки. Она от нагрева выгорела. И все очень печально. Теперь необходимо с помощью съемника снять эту часть подшипника. И будем смотреть, что будет дальше. Теперь рукой можно снять внутреннюю часть подшипника. Эти шарики пригодятся в качестве запчастей. И теперь с помощью съемника необходимо снять эту внутреннюю часть подшипника. После этого вставляем зубило между подшипником и ступицей. И необходимо здесь сделать зазор для того, чтобы съемник зацепился своими зубьями за эту часть. После этого устанавливаем глухую гайку в полость ступицы. И ставим съемник этого подшипника. Вот обойма снята. После этого необходимо выбить вторую часть подшипника. Для этого я воспользуюсь такой оправкой. Выбью внутреннюю часть. Вот старый подшипник с обоймой вышел. Вот основная часть подшипника. Она уже из ряда ржавая. Большие осевые люфты. И этот подшипник в ближайшем будущем возможно бы рассыпался. Будем его менять. Новый подшипник имеет такой же размер. Он закрытый. Внутри есть смазка. Необходимо запрессовать его на свое место. После этого необходимо с помощью мелкой бумаги почистить посадочное место подшипника. и приступить к его запрессовке. После этого вытираем хорошо абразив. Смажем посадочное место с помощью моторного масла. Начнем запрессовывать подшипник. Подшипник необходимо запрессовывать острой стороной вперед. Так, чтобы не было никаких задиров. Используем старую обойму в качестве оправки. Вот посадки на своем месте. Устанавливаю на свое место новое стопорное кольцо. Но, кстати, почему-то его не было. После этого очищаем посадочное место ступицей с помощью все той же мелкой нажатием бумаги. И вытираем лишний абразив. Теперь уложим ступицу на подкладки. И смазываем посадочное место с помощью того же машинного масла. Теперь берем проставку по диаметру внутренней обоймы подшипника. И начинаем его запрессовывать на свое место. Теперь прикрутим на свое место болты тормозного диска и проверим, как работает подшипник. Как видите, подшипник ступицы работает мягко. Люфта осевого нет. И можно устанавливать ее на свое место. С помощью масла смазываем палец шаровой опоры. И немного зубья полуоси. Одеваем полуось на свое место. И одеваем шаровую опору. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ставим на место пружинки фиксации колодок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слегка его загибаем внутрь для удобства монтировки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прикручиваем рулевую тягу до колока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выравниваем шплинт плоскогубцами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА и устанавливаем ее на свое место. Расплинтовываем. Устанавливаем на свое место колесо. И затягиваем с усилием гайку ступицы. После монтажа подшипника ступицы, еще раз вывесим колесо и проверим осевой люфт. Сейчас люфта почти нет и подшипник удеть не будет. И ставим на место защитный колпак диска. Вот подшипник ступицы на переднем колесе заменен. Осталось выехать на дорогу и проверить не гудит ли колесо в пути. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как заменить подшипник ступицы переднего колеса на автомобиле Черри Кю-Кю. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok